Крыша течёт, а ответственные лица бездействуют. Родители учеников 15-й школы вынуждены обращаться в приёмную председателя Госдумы Вячеслава Володина и в областную прокуратуру, поскольку просьбы отремонтировать кровлю ни к чему не приводят. В этом году ребят из класса, который затопило больше всего, даже переводили на время на другой этаж, но потом вернули обратно в их кабинет. Но сырость, говорят родители, до сих пор стоит во многих классах верхнего этажа, а также в физкультурном зале. Те классы, которые менее затоплены, они сидели вот в этой сырости во время течи. 70 подписей мы собрали за 4 дня. Когда задали вопрос, а была ли собрана комиссия вообще по поводу, что 30 человек могут сидеть в этом классе, в котором присутствует запах плесни или чего-то, я не знаю, сырости, она сказала, комиссия была, дали согласие. Но документы она не показала нам. Детей после урока вчера сразу же переносили парт и все. В общем, они занимаются опять на первом этаже. Мы так поняли, это все было самовольно произведено. Такая ситуация в 15-й школе наблюдается не первый год. В прошлом году, летом на этот учебный год, после прошлогоднего затопления, мы родители делали за свой счет ремонт в этом классе. В общем, все это испорчено. От ремонта не осталось ни следа. Нам говорили, крышу сделают, все сделают, и все опять на прежнем месте. Учимся в затопленных классах. Прошлый год даже сидели месяц без света. Поэтому была течь. Пошли дожди, и все начало течь. Мы приезжали, летом собирал Соловьев с депутатами здесь. Мы были на собрании. Нам пообещали опять все сделать, отремонтировать. Но это все так и остается. Из-за сырости начали отваливаться кирпичи. По этой причине пришлось перекрыть центральный вход. Центральный вход в ужасном состоянии. Там прям видно, вывалился целый участок под некоторыми окнами, я не знаю, полтора метра, наверное. Но куски фасада падают по всему периметру здания. И родители опасаются за жизни своих детей. Ведь уже был случай, когда во время торжественной линейки кирпич пролетел в нескольких сантиметрах от одного из педагогов. Свои претензии обеспокоенные мамы высказали директору школы. 14 марта произошло у нас обрушение кирпичной кладки. От того, что влажность повышена, от того, что парапеты и кровля подтекают, произошло обрушение центрального входа здания на третьем этаже. Сразу комитет образования поставила в известность, что произошла вот такая ситуация. И попросила создать комиссию срочно, чтобы эта комиссия обследовала здание на том месте, где произошло обрушение, и приняли срочные меры. Комиссия приняла решение, что необходим ремонт фасада. На это якобы понадобится 89 тысяч рублей. Но, судя по масштабам проблемы, этих средств хватит лишь на ремонт нескольких квадратных метров стены над центральным входом. На ремонт кровли необходимо 3 миллиона рублей. Но будут ли они выделены? То, что средства будут выделены, и то, что здесь ремонт будет произведен, это не обсуждается. Я уже вчера родителям об этом говорила. Сметы составлены. Другой вопрос, что ремонтные работы будут проводиться по окончании естественного учебного года. Родители попросили директора школы пустить их в свой класс, чтобы посмотреть, в каком состоянии стены, потолок и пол помещения. Ведь сразу после того, как кровля начала протекать, и родителям, и школьникам запретили фотографировать и снимать последствия. И мамы подозревают, что в этом кабинете проходят занятия, несмотря на сырость. Иначе чем ещё объяснить, что во время переменной им не разрешили подняться на третий этаж? Давайте так. Пройдут уроки после обеда. Спокойно пройдём, я вам покажу. Время встречи назначили на 14.30. Как раз все уроки заканчиваются, родители никому не помешают. Но когда они пришли, их не пустили дальше вахты. Мол, директор срочно уехала, распоряжений, кого пускать, кого нет, не оставила. Их таких пошли же не было, а ее вызвали в администрацию. Но вы же дежурная администрация, можно решать. Только директор. Только директор. Удобная позиция. Да. Зачем тогда нам был назначен? Ну, я не могу сказать, я же не присутствовал при раздовольном. Мы просили как бы снять все это безобразие на камеру. Директор пообещала, что пустит нас после учебного процесса. Вот мы пришли, как бы директора нет, здесь она, нет ее, непонятно. Но, в общем, нас никто туда не пускает. В ближайший понедельник директор обещала, что предоставит родителям письменный ответ, а также проектно-сметную документацию на ремонт фасада и кровли. Вот только выделят ли средства на все это, остается пока загадкой.